Наше утро с Милкой начинается рано. Мы уже навели порядок. Сегодня утро рабочее. Я сейчас пойду выносить мусор и одновременно погуляю. Милка меня провожает. Так, ты за хозяйку остаёшься, я ухожу. Давай, оставайся за хозяйку. Смотри за домом. Я пошла гулять. Какая прекрасная погода, солнышко. Семь утра. Ещё прохладно, ещё солнце не палит, ещё не жарит, поэтому гулять очень хорошо. В семь часов по Краснодару. Так, сначала на мусорку, а потом по двору. На двор большой. Можно и пять километров нагулять при желании. Туда, сюда, по дворам гуляем. Оп, вон там какое солнышко светит. Двор утро пустой. Это у нас к вечеру здесь народ собирается. Ах, все гуляют. Ой, деревья позасохли, потому что жара. Ну, хотя здесь везде полив есть. Я не знаю, почему они засыхают, хотя везде полив. Очень жалко. Хорошие деревья. Так. Ой, как хорошо-то. Ветерочек дует. Тихо во дворе. Сегодня у меня урок с новеньким учеником, кто приходит к репетитору летом. Ну, к разным репетиторам по-разному дети приходят. Я не настаиваю, чтобы летом дети учились. Говорю, отдыхайте, дети. И я буду отдыхать. Но есть новенькие, которые хотят повторить материал. Ну, и не забыть материал. Есть и старенькие, кто у меня уже учится, которые, ну, просто любят математику. Поэтому мы с этими детьми и занимаемся. Сегодня придет семиклассник. Он спортсмен, мама сказала. Поэтому заниматься может только летом. И будем заниматься. И еще Иван. Он учится в военном училище. В девятый класс переходит в другом городе, в Ейске. И приезжает домой только на каникулы. Поэтому мы с нему тоже с пятого класса занимаемся только на каникулах. Он у меня подрос, стал серьезный такой. Решает домашнее задание, ответственный. Ох, немножко там точки. Но я думаю, они, точки, разбегутся. Дождя вроде бы не обещают. Площадка футбольная пустая, волейбольная пустая. Все спят, спортсмены. Спортсмены любят вечер. Утро не любят. Кто уже с собачками, видимо, уже прогулялись. Они гуляют вон там за территорией комплекса. А это школа. А теперь про квартиры. В Краснодаре очень редко бывают такие квартиры, где вот такой простор перед окном. Вот у меня получился простор перед окном. Но там дорога, там машины, там шум. А вот дворик тихий. Вот тут деревца. Вот такие вот. Ну, школа, правда, но она не очень шумная. Летом ее вообще не слышно. Но дом в дом. И я бы, наверное, все-таки после того, как пожила при открытом пространстве, где шумно, я бы лучше, конечно, выбрала где-нибудь квартирку вот такую. Ее, чтобы деревья, чтобы пили птички. Поэтому в следующий раз, когда я буду менять квартиру, а меняю я их, в общем-то, часто, я буду выбирать вот такую квартирку. Ну, единственное, конечно, дом в дом. Дом в дом я уже жила. Мне поднадоело. И поэтому простору обрадовалась. А вот как раз такое дерево, какое было на том кемпинге, где мы отдыхали. Их там много. Дерево с такими огромными листьями. Оно растет высокое. И у тех, у кого оно будет перед окном, наверное, будет очень красивое дерево, особенно осенью, с желтыми-желтыми листьями. Поэтому следующая моя мечта – это квартира. Ну, в таком же, наверное, красивом комплексе, как мой. Но только чтобы окна выходили в тихую сторону. Хотя там что-то вон пилят возле школы. Но это же прекратит, скоро он пилит. Это же не машины, которые без конца едут. И чтобы обязательно пили птички. Ну, и солнца здесь мало. Здесь есть преимущество для Краснодара, потому что дворы, посмотрите, какие дом в дом. И здесь тень все время. И солнце не сильно светит. И для Краснодара это преимущество. Моя квартирка, конечно, очень светлая. Там много солнца. Оно у меня вечернее, у меня закаты. Но и здесь есть свои преимущества, потому что вот у них уже сейчас нет солнца. И вечером его тоже не будет. Там какой-то небольшой промежуток времени, когда солнце-то светит, а остальное время нет. И не жарко в квартире. Кондиционеры, конечно же, все равно везде стоят, потому что без кондиционеров здесь никак, никак. Хотя я не люблю, и включаю только в крайнем случае, когда я только работаю кондиционером. Вон там вдалеке у нас строится новый комплекс. Вектор называется. И на крыше дома, на крыше дома, вот такое ограждение. И говорят по плану, что там будет бассейн. То есть бассейн на крыше. Такие бассейны, я слышала, есть уже в Петербурге. То есть люди купаются и смотрят на город. Ну и говорят, что здесь. Ну, правда ли не правда, не знаю. Посмотрим, будет ли там бассейн. Ну, люди идут на остановку. Калитка у нас открывается. И вот тут, тут сразу остановка. Кофе каждый день. Даже очередь к этому ларючку у нас. Да, поговорила я с женщинами. Действительно, они ищут квартиру. Почему я тут поговорила? Потому что у нас тоже в этом комплексе продается квартира. А они сказали, мы уже купили квартиру. Купили студию для сдачи. Здесь многие покупают именно студии. Тут их много для сдачи. Ну, либо посуточно, либо так. То есть в комплексе квартиры хорошо сдаются. Поэтому люди заинтересованы покупками такими. Так, вот тут немножко у меня цветочки. А, это жужжи дом строится. Это дома у нас. Тут еще два дома строятся, поэтому здесь жужжи. А, вот, отсвели уже маки. Но здесь еще немножко есть маков. Вот они какие красивые. Что такое, я думаю. Иду, и пахнет так едой, такой вкусной. А это же садик. Вот тут же школа. Вот. И детский сад рядом. Детский сад готовит уже еду. Видимо, и завтрак, и обед. Все, кто помнит про садик, кто помнит этот запах. Вот этот садиковский запах, когда там готовят еду. Так. Ну, пойдем прогуляемся дальше. Наверное, уже с полчаса гуляю. Еще полчаса. И потом уже пойду домой. Пойду вести свои уроки. А вечером буду шить платье. Потому что Краснодар – это тот город, где женщины ходят в платьях. Ходят в платьях всегда. Летом, зимой, осенью, весной. Ну, а летом особенно. Это город платьев. Просто можно любоваться на женщин в платьях. Когда мы приехали из Хабаровска, там достаточно холодно. Там платье носишь редко, но все-таки носишь летом. А мы переехали сначала в Уфу. И был, наверное, июнь, что ли. И так было прохладно. И там женщины в куртках, в джинсах. И вот не хватает того времени, когда женщины ходят в платьях. А в Краснодаре этого времени очень много. Поэтому я не умею совершенно шить. Я уже говорила, вспоминая свои уроки труда, начала шить платье. И это меня так дело увлекло. Косенькие, кривенькие они у меня получаются. Но с каждым разом лучше и лучше. К этому делу я отношусь так. Если что-то не умеешь, надо делать. Пусть у тебя получается плохо. Но не надо расстраиваться. То, что плохо. А надо в этом плохо найти что-то хорошо. И самое лучшее, на это полюбоваться. Ну, в принципе, так я работаю с учениками. Если решили что-то плохо, найдем хотя бы часть примера, где мы решили очень хорошо. И будем на это любоваться и радоваться. И поэтому мои косенькие, кривенькие платья с каждым разом становятся лучше и лучше. До идеального варианта мне еще очень-очень далеко. Но я все равно радуюсь каждому новому своему платью и люблю наряжаться. Цветочки уже отсветают. А такая была красивая клумба. Такая была веселенькая клумба. Ну, вот цветочков здесь не очень много. В этом комплексе в основном деревья. А вот там подальше у нас есть комплекс солнечный. Вон там желтенькие такие дома стоят. Их не видно за деревьями. И там очень много-много роз. Просто розовый рай. Очень большие клумбы с розами. Туда иногда хожу гулять, просто полюбоваться на розы. Ой, какой хороший ветерок. Какой воздух хороший. Сейчас уже сложно представить, что может быть лето, осень, другая, когда у тебя не каждый день солнечно, идут дожди и холодно. Очень сложно представить, когда ты живешь на йоге. Для меня всегда это все равно чудо. Потому что детство прошло в Сибири. Родители строили БАМ. И поэтому розы, солнце для меня все время остается вот таким вот чудом. Те местные люди, которые здесь, наверное, выросли, родились, они так не ощущают, как люди, которые приехали с севера. Вот здесь такая площадка. Она выполнена в деревянном таком стиле. Деревянные здесь всякие горки. Что это еще? Но вон та пирамидка, она тоже как горка. Там огромная горка. У меня ученица приходила как-то по весне. И пока ждала урок, она тут каталась на горке. Пятиклассница, конечно же, каталась на горке. Что же еще делать, пятиклассница? Сказала, огромная горка. Я даже порвала тут свои штаны. Поэтому будьте аккуратны, если будете кататься на этой горке. Тут есть всякие зацепки. Можно зацепиться. Но дети все равно катаются. И песок. Ой, все песком тут засыпано. Это нужно было сделать одну большую песочницу, чтобы засыпать всю площадку песком. Ой, она очень высокая. Не знаю, до какого там этажа даже достает. Огромная. Внутри горка. Здесь у нас мангал. Вечером здесь всегда жарят шашлыки. А вчера с утра включили свет. Ну, конечно же, куда ты сразу бросаешься смотреть соседский чат? Что там такое, когда свет включат? Почему отключили? И целая беседа с соседей. Была какая-то авария. Какая они, естественно, не говорят. Ну, и, в общем, около двух часов не было света. А время утреннее. Всем нужно завтракать. И соседи говорят, ну, пойду разожгу мангал. Буду варить кофе. И соседи говорят, и на меня, и на меня тоже. Вот здесь принесли такой специально стульчик, чтобы уже было удобно сидеть и жарить шашлык. Обычно кто-то один жарит. Остальные сидят вот на этих лавочках и ждут, когда же это лакомство пожарится. Ну, остальные, я имею в виду, наверное, родственники, те, кто будет есть этот шашлык. Вот фонарики тут. А мы что-то с Виктором Борисовичем еще ни разу не пользовались этим мангалом. Ну, был новенький. Конечно же все не списали. Как же без подписи? Может что-то, какая-то стенка обойтись. Обязательно нужно ответить, оставить свой автограф. А то и неинтересно жить. Нам, наверное, пора завершать свою прогулку. Буду отправляться домой. Да, с утра в косильщик косят траву. Травой пахнет скошенной очень. Как приятно. Такой запах летней скошенной травы. Косят траву очень часто. Не знаю почему. Она и так уже сейчас жуклая стоит, уже уставшая. Но все равно скашивают. Школьники на летних каникулах. Только здесь работают какие-то кружки всякие спортивные. Потому что девочки с лентами, с обручами такими в спортивных костюмах здесь занимаются на площадке. То есть кружки не перестают работать в школе, по-видимому, и летом. Ох, и мяч кто-то свой забыл. Футболисты забыли свой мяч. Вообще, когда они сюда приходят, каждый футболист со своим мячом. Поэтому играют одним, а мячи выставлены в ряд. Ангал прошла, про шашлык поговорила. Но шашлык, конечно же, я не буду есть на завтрак, а буду есть черешню, которую я купила вчера. Купила армянскую черешню. Стоит она 500 рублей. И я покупаю в магазинчике, я так называю его армянки. Я почему-то всегда там покупаю. Мне нравится магазинчик, хотя он достаточно дорогой. Есть и дешевле, конечно, черешня. Она есть и по 300 рублей, но я покупаю именно там, потому что мне нравится качество. И местная черешня продается. То есть где-то тут Краснодарская черешня продается. И из Армении. Почему-то в этом году нет черешни из Турции. Раньше всегда была из Турции такая огромная, такая черешня, такие огромные ягоды мясистые. А из Армении она совсем другая. Но я сейчас зайду домой, когда буду накладывать, я ее покажу. Из холодильника она у меня лежит. Я даже ее не пробовала еще. В магазине я одну ягодку попробовала, хорошая. Она такая бледненькая, но вкусная тоже. Армянская черешня. Черешня как раз сезон. Поэтому эту ягоду кушать хочется. Вот там у нас за территорией мебельный магазин большой. Называется Пять звезд. И всю мебель можно покупать там. И что-то там строить собираются, наверное. Привезли какие-то кирпичи. Вот эта маленькая площадка всегда очень тихая. Здесь никого нет. Поэтому если где-то шумно, вот на этой всегда можно посидеть тихонечко в уголочек. Сюда не любит никто забираться. Прогулка завершается. А день только начинается. Вторая прогулка будет вечером уже. Когда жара спадет. Когда будет не очень жарко. Тогда, конечно, все уже выходят на прогулку. Взрослые приходят с работы. Дети приходят из садов. И начинается у нас веселый двор. И домой. Тут Милка меня встречает. Решила погулять. А тут человек снимает счетчиков. Показания. Ой-ой-ой, побежала. Быстрее спряталась. Показания. Показания.